Приветствую вас, Светлан. Вы знаете, я прочитал ваш текст. Я думаю, что ключевой момент в том, что парень воспринимает вас как статус, свой статус, к сожалению. Что это значит, статус? Дело в том, что мужчина говорит, что такого, как ты, я нигде больше не найду, никогда. И мне кажется, что это свидетельство о том, что он воспринимает вас как ценность. То есть вы для него именно ценность, вы для него не человек, которого он ценит. Вы для него просто ценность, вот. И она, эта ценность определяет то, как он к вам относится. Поэтому то, что у вас отношения выстроены по принципу ценностей. Вот. Определяет то, как вы взаимодействуете друг с другом, к сожалению. Вот. Это ключевой момент. Здесь. Следующий аспект. Это отсутствие взаимного доверия, проверки, ревность, вот. Обиды, требования вашей эмоциональной зависимости от него. Грубо говоря. Вот. То есть, вы слишком эмоционально зависите от человека. Вы говорите, что я ни о чем не могу другом думать и вот. Вот. Прочее, прочее. Это проблема. Это достаточно серьезная проблема. Вот. Потому что зависимость говорит о перекладывании ответственности Вами на молодого человека за удовлетворение своих желаний каких-то. Что абсолютно недопустимо. для здоровых отношений, которые строятся все-таки на основе независимых взаимодействий. Вот. Кстати, вы себя сами позиционируете тоже. В некоторой степени, как товар. Когда говорите, что он видел, я видел, как мне пишут наши, ну, другие люди. Вот. И видел, что я всех отшиваю, ну, и, как бы, прочее, прочее. Вот. То есть, это, вот, восприятие, вас, восприятие Вами, себя самой. Себя самой. Такое. Вот. С этим и нужно работать. Отсутствие доверия к молодому человеку, это отсутствие доверия к Вам самой. То есть, Вы сами себе не доверяете. Вот. К моему большому сожалению. И работать здесь нужно, скорее, именно с Вашими чувствами. Вот. С Вашими эмоциями. Чтобы Вы прислушивались лучше к себе. И понимали, чего Вам хочется. Понимали, что Вам нужно. И не ориентировались в этом на молодого человека, а больше на себя. Больше на себя. Вот. Собственно, молодой человек, поэтому Вас и не ценит. И прямо не ревнует, потому что Вы все мыслями о нем. Вот. Мужчины это ощущают. Ощущают, что Вы от него зависит. Ощущают, что Вы к нему привязаны. И отчасти именно поэтому не может воспринимать Вас всерьез. Да, ревновать и прочее. Только вопрос заключается в том, почему Вы хотите, чтобы Он Вас ревновал. Он Вас ревновал. То есть, тут у Вас опять же какие-то такие достаточно незрелые, на мой взгляд, отношения. Вот. Вот. Потому что, когда отношения взрелые, все-таки не хочешь, чтобы ревновали с тебя. Вот. И чтобы ты ревновал тоже. А Вы, вот, такое ощущение, что этого хотите. Как вот. И у меня возникает, ну, волей-неволей у меня возникает вопрос, да, а потом, почему, почему Вы этого хотите. Понимаете? Какая штука. Вот. Вот. Поэтому здесь мне кажется, что вам имеет смысл, аааааа, только поработать с этим. Вот. Поработать с этим, определиться. Аааа, вот. Мне так, по крайней мере, кажется. Вот. Такая вот история, это то, что я могу сказать вам. Наверное, пока что на этом всё, потому что объективно я понимаю, объективно я понимаю, что в ваших отношениях не всё так гладко, да, и что вы разъезжаетесь, если что у молодого человека есть свои дела и прочее. Вот. Ну, как бы это мало что меняет, на самом деле. Как мне кажется, мало что меняет. Ну, по моему мнению, по крайней мере. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Значит. Так вот, вы говорите, да, значит, я решил это проверить. Зачем? Зачем мы хотели его проверить? Значит, вы обсуждали то, что он, когда я говорил, что это вы тоже зачем? Вот. Далее вы говорите, что, значит, вы помирились. И вот про помирение я ещё хотел бы, наверное, немножечко поговорить именно про помирение. Потому что он обещает вам, к примеру, что-то не делать. И вопрос у меня к вам такой, наверное. Вот он говорит, что прекратит. Да, допустим. Но это получается, что он что-то из себя забирает. А что он себе даёт. И что вы ему даёте. Вот. Это вопрос. На мой взгляд. Поэтому тут нужно этот момент определить. И когда вы миритесь, по факту, когда вы миритесь, то важно понимать, что примирение любое, оно без выработки каких-то решений не работает. То есть, если вы не приходите, ну, если вы не приходите к каким-то решениям, то от примирения мало толку. Ладно. Совершенно. Вот. И как бы это, наверное, один из самых ключевых моментов. Что ваше примирение – это просто примирение. Это не приход к каким-то решениям. Это не выработка каких-то позиций. Ваших. Понимаете? Какая штука. И как бы в этом суть. В этом суть всё. Просто. И вам нужно, вот, наверное, как-то, ну, как-то, по-другому. Ааа. Решать. Ааа. Свои проблемы. То есть, по-другому. Аааа. Ставить себя. Ааа. В этих, в этих, ну, в этих, в этих проблемах. По-другому. Иначе. Потому что простые примирения вам ничего не дадут. Так что я надеюсь, вы сделаете для себя какие-то выводы и будете по-другому уже воспринимать эту ситуацию. Будете по-другому, иначе подходить к вопросу насчет решения конфликтов. Ну, в этом вам, в принципе, можно помочь. Вот. В этом вам можно помочь. Как мне кажется. Если вы заинтересованы в том, чтобы отношения гармонизировали. Но, в первую очередь, желательно понять, что хотите вы сами. Вот. Чего хотите вы сами. Это важно. Чтобы не было такой зависимости от молодого человека, как это есть сейчас у вас. Понимаете? Понимаете? Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация ваша разрешится в данном лучшем образом. Субтитры сделал DimaTorzok